Сейчас отправляемся на экскурсию по городу Альметьевск вместе с экскурсией. У нас с вами только два часа, а посмотреть нужно и пройти нужно очень много, поэтому не растягиваем. Это произведение искусства по-любому. Ну скульптура, да, произведение искусства, а скульптор, московский скульптор, он вдохновлялся именно микроорганизмами. На самом деле они в районе одного миллиметра, как планктоны такие, самые простейшие, и участвовали в создании нефти в том числе. Поэтому эта скульптура установлена здесь в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Эта программа уже действует с 2017 года. Вам в 2017 году сколько лет было? Примерно. 11. 11, вот, запоминаете. Скульптура появилась только в этом году. Это последний год паблик-арт программы, но также в рамках этой программы создано очень много муралов и других скульптур. Их мы тоже посмотрим. Очень фотогеничная скульптура. Скульптор вдохновлялся этими микроорганизмами. У него еще и дочь тоже нефтяник, то есть она подсказала ему, что можно было бы использовать. И чтобы смотрелось органично, он использовал еще и гальку, и можжевельник. Ну и бонусом сегодня еще у нас и желтенькие вот эти вот цветочки, можете тоже пофотографировать, полюбоваться пока тепло. Сегодня нам с вами с погодой очень повезло. Предыдущая группа ходила в очень холодную погоду. Нам обещали экскурсию по Татнефти, вместо этого нас ведут просто кому-то домой. А в данном случае это уже паблик-арт, то есть это все согласовано и с администрацией города, и с управляющей компанией. И естественно, чтобы на такой высоте рисовать, нужны краны или люльки, нужно обесточить крышу. То есть такие рисунки, большие муралы, они все только с согласованием делаются. И поэтому это называется не вандализм, это паблик-арт, то есть когда получено разрешение. Как это все вообще начиналось? В 2017 году запустилась программа, и она изначально была нацелена на то, чтобы рисовать муралы. То есть вот то, что вы видите, это называется мурал. Рисунок на здании. Это может быть и жилой дом, и какое-то промышленное здание. Следующую вот точку у нас будет, посмотрим. А потом уже потихоньку добавились скульптуры, инсталляции, мозаики. Кто-нибудь сможет прочитать, что здесь написано? Сейчас. Фу-фу-фу. Все в Гапан. Гапан? И Гапан. Все в Ознакаево. Кстати, кто откуда? Я забыла вас. Ознакаево. Сити. Ознакаево. Ну, нас сразу видно, мы Ознакаевские. Была там. Еще откуда? Все из Ознакаево? Октюбай еще есть? Да, тоже рядышком, да? Что тут написано? Сейчас. Первая буква К. Так, правильно. Вторая Т. Котлы Булсон. Да, первая строчка это котлы Булсон. Первые две строчки. И вторая быть счастлив. А, все, теперь вишь, да. Теперь прочиталось, да? Это Роман Климос из Подольска. Он приезжает нам в 2018 году. Он как раз вот делает такие 3D-шрифты. Начинал как дизайнер, рекламу тоже делает. И приезжал и к нам. Почему именно эту фразу выбрали? Потому что во времена Булгарского ханства, 12-14 веках, на этой территории были в обращении монеты. Вот видите, там такие зелененькие, да, с узорами. Это медные монеты, которые со временем уже позеленели. Отсылка к этим монетам. И на монетах писали кот Булсон. То есть будь счастлив, когда человек что-то покупал, передает деньги. А на этой монете написано будь счастлив. То есть он пожелает человеку что-то хорошее. Вы что-то покупаете, хоть телефон, хоть одежду, да, вам, хоть машину, вам говорят. Будьте счастливы, чтобы, ну, в добром здравии, чтобы носили, пользовались и так далее. Спасибо за хорошо сдать ЕГЭ, это монета пятерочки. Всем желаю, чтобы не поступить в ГАБА. Не говори. Пожелание. Мыслимно, что ли? Да, мыслим. Вы понимаете, вы читаете мыслим, Гиги? Да. Что бы пожелать? Пожелал. Следующий. Я бы, кто не подоговорился. Давайте вот отсюда вот. Подоговорился. А ты? Идет передача вирусов. Пожелал, да? Ренат, ты же не поступишь, ГАПАН. Да, пожелай, да. Нет, со 40 дней давно не туда шал. Ледовый дворец стать нефти. Это солнечный пакел. В то же самое время еще есть смотровая площадка, можно подняться. Она меняет свет, но очень рано работает. В зависимости от активности солнца, она видит по разным темам. Если солнце очень активно, какие-то там вспышки, то вот эта вот корона становится красной, или оранжевой, или даже фиолетовой. То есть по этой вот скульптуре, по скульптуровой площадке можно предположить, узнать, насколько активно себя светло. Вот такие вот пакелы, они были и на территории Альмитерска, когда деревня Альмитерска только превращалась в город. Когда-то бывали здесь нефть, находились на территории города Качалки. И сейчас они, кстати, есть, но в замороженном состоянии. И старожилы вспоминают, что вот эти фальки на горении находятся ярко, что можно было так же книжкам читать. Или вот сейчас мы по каскаду трудов пройдемся. Там раньше были заросли, то есть когда горели фальки, страшно было даже вот через другие места. Что сразу замечаете с первым делом? Трубы. Трубы желтые. Как думаете, почему у них такое количество? Газовые. Ну, потому что это у нас действующая котельная. И, соответственно, газовые трубы, их никак никуда не уберешь. Чтобы их вписать в ландшафт, придумали вот такой выход трубы. Это трубы заодно и фонарь ночью, они светятся. Также это скамейки, на них можно сидеть. Ну, кто-то умудряется еще и паркуром тут у нас заниматься. А также это урны. Ну, вот если у вас запасы, то есть туда можно еще даже много профессиональных. Изначально эта территория, территория АПТС, городской котельной, она была закрыта. Вот мы с вами прошли, видите, там такой, ну, как-то домик, что ли, это была проходная. То есть там сидел кто-то, кто хотел выйти, проверял документы, спрашивал, кто куда идет. Сейчас ее там нет. Это все открыто, такая площадка. И ее открыли по инициативе генерального директора Татнефти. То есть он взял всю ответственность на себя, сказал, да, понимаем, что это режимный объект, но вот эту территорию нужно отдать горожанам, чтобы они спокойно могли здесь гулять. И, соответственно, здесь был просто асфальт, какие-то склады, что-то складировали. А сейчас вот сделали индустриальный сквер с рампой, где можно заниматься активными, экстремальными видами спорта. Мы тоже погуляемся быстренько с вами посмотрим. Возможно, потом уже на своих самокатах, на велосипедах поступите в высшую школу нефти и будете здесь кататься в свободное время. Чтобы будем на машине кататься? Ну, и на машине здесь не получится. Это не для этого. Для машины это в другом месте. Вот. Также здесь еще находится и ботанический сквер, его так можно назвать. Вот эти вот деревья, все травы, они не случайно, не просто так здесь высажены. В трюкаче Альметьевска. Здесь написано «Хлеб всему голова». Ты в ютубе? Вроде не фонит. Эту рампу сделали, ну, буквально-буквально в прошлом году еще. Делали питерская компания «Фирамп». Повторили такую рампу. Кстати, здесь проходят фестивали, не только тавстанские, но и российского уровня. Особенно каждый год летом проходит у нас фестиваль «Карапузь». Начинался он, ну, четыре дня сначала был, кто был, полтора месяца в этом году. Тоже с середины июля до конца, августа почти проходил книгу из той стороны. Вот видите, он там, он вдалеке, вдалеке, есть такая синяя, ну, синий столбик. И на нем еще что-то напоминяется. Это все не случайно. Откуда идут кучи лазеров, проецифицируются вот сюда, на эту стену, и с той стороны еще тоже. То есть ночью здесь еще лазерная инсталляция. Круглый год она работает. Вечером, когда солнце садится, получается факел, который мы с вами смотрели в самом начале, когда сюда подошлись. И плюс еще инсталляция сюда тоже проходит, один круг она дает где-то 15 минут, и как раз вот с факела, со смотровой площадки весь этот вот вид открывается. Тоже очень рекомендую, рекомендую вообще поступить в август, в бывшую школу нефти, и потом уже гулять по всему вот маршруту, скорее всего, вы будете гулять, который мы с вами сейчас смотрим. Дальше мы с вами спустимся на каскад трудов, и оттуда найдем дота нефти. Началась в 2017-х годах, в космосе, в кастерне, в интересном виде флоте. Это сериал, кстати, не на одном видео его лица, не на одном видео, и мы выставляем свое видео. Вот первая фраза, которая до этого была, вернее, про вандалов. Разовьем это на скидку? Да, в общем, если его рисует, то он как-то по счастью этим рисует. Художники не показывают свои лица, поэтому вот когда даже короткий фильм-видео снимали, он свое лицо не показывал. Также у нас был еще итальянский художник, который тоже скрывал свое лицо или рукой, или он вообще там мимо проходящего гуся, а поймал, он вот так вот фотографировался с гусем на уровне лица. И Крилл Креал тоже из этой серии, из родоначальников граффити в России. Кстати, кто-нибудь знает, чем отличается граффити-райтер от муралиста? От кого? Муралист. Мурал. Муралист. Граффити-райтер. Надавида жутко посмеялась. Она просто радуется, что вы приехали. Граффити-райтер – это человек, который рисует граффити, а муралист – это человек, который рисует муралы. И часто складывается так, что человек начинает рисовать, ну, с того, что рисует граффити, потому что проще, это просто вот придумал себе какое-то имя или даже свое называешь, и рисуешь в разном стиле, развиваешься. А муралист, он уже вот рисует именно такие большие работы. А здесь на этих цистернах узоры. Вдохновлялся художник книгой про национальные татарские узоры. И здесь, в основном, это графический узор, как качество, когда ткали ткань, именно такие узоры использовали. А то, что сверху – это отсылка к золоту, к черному золоту, как будто оно вот так отстекает. И это тоже стиль художника. Давай. 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 Далеко бросай. Ну-ка. Тихо увидела. Увидела. Уточка увидела. Еще кинь. Все. Одна точно поняла. Еще-еще плыви вперед-вперед-вперед. Плыви. Он потерял. Гонка. Да. Да. Вон смотри. Сейчас все остальные тоже съест. Попади еще. Там еще рыба, что ли, клюнула. Вон баран. И его стиль называется «Минус Парк». Вон там. Вон там. Вон. Вон. Приманили. А это ты был? Ранее такое. А это телефонки не уйдут. Ряд на воде. А второй файл говорит, что это его дружка. То есть,куроды еще... Ходите покормит ним? Давай. Только ты снимай. Сейчас покормим. А вот дальше, на другом танце, там уже пришла бабушка. Она изучает поклонирование, и в Lessons Чистих не было. Это самые непонятные места. Сейчас смотри, сейчас будет шутка чистая. Ого! Нормально у него расписано. Жалуются, еще им надо. Самсуя не буду давать им. Зачем? Хорошие они. Вот красивые такие. Мне скажут, что комаровый детка, скажите, куда идти? Скажите мне, там пятерочка рядом находится или вообще так? Возьми уже пару вещей. Первый. Все здесь. Молодцы. У нас с вами следующий мурал. То есть мурал может быть не только на жилом доме или на промышленном, как котельная, но может быть переход. Ну и самое естественное место, где очень любят рисовать и уличные художники, тоже граффити-райтеры. Это работа, в чем с англичанской параклюзии. Это отсутствие легенде к Булгарской. Рисовала эту работу Бузель Гарипова из Казани. И еще один мурал она тоже рисовала в рамках этой программы. Это по проспекту строителей. Там он называется «Умение». Почему англичанщики и параклюзии? Есть такая легенда булгарская, по которой на булгарского хана, на ханство напали монголы. И уже всех перебили, остались живых только девушки. Возможно эту легенду кто-то слышал, кто ездил в Булгары, в Вилярск. Нет, видимо не слышали, значит буду рассказывать. И вот у нас окружили девушки, 40 девушек и дочь хана, отличающих, поднялись высоко. Вместе с ней была еще и расподвижница параклюзии. И уже когда войска подступали, они поняли, что не смогут остаться в живых. И спрыгнули с башни, превратились в птиц и улетели. И вот если смотреть сюжет, здесь мы видим девушек с одной стороны параклюзии. То есть у нее черные глаза, черные волосы. С другой стороны это обещань, она блондинка, у нее светлые волосы. И вот с обеих сторон сначала девушки на конях скачут, воюют, куда-то в кого-то стреляют. А потом уже в самом конце превращаются в птиц и вылетают. Сейчас мы тоже до конца самому дойдем и там тоже остановимся. Одна из самых первых работ 2017 года. Именно с нее начался еще сам проект «Сказки о золотых деревьях». Началось все с того, что Санкт-Петербурга попросила институт исследования спитарта из Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга. Или добычи. Кстати, в зависимости от того, куда ставится угорение, можно выяснить, не тянет человек или нет. В честь добычи одного миллиарда тонн нефти. Вот этот памятный камень над следующая скульптура, священная уже в двух миллиардов. Вон спереди то самое здание Альметрики, в котором я бывал уже раза два точно, возможно и три. А вот и здание Татнефти. Чёрное, большое, сразу выделяется среди остальных. И оно не просто чёрное, здесь вот такие вот кружочки нарисованы. Оказывается, здание здесь не одно, а есть два здания. Здесь прям можно подойти сюда, посмотреть, что здесь есть. Здание Татнефти, она была конкурирована, облицовку поменяли. Кто-нибудь помнит, какого цвета раньше была? Татнефти? Нет, вообще? Совсем-совсем. Да, такой сероватый такой цвет был. И использовали вот чёрный в облицовке, вот такой блестящий, как нефть. Ещё там такие кружочки, да, тоже, как будто капли, капельки нефти. Раньше сама надпись Татнефти была ещё выше и была в цветах флага Татарстана. Красный, зелёный, белый. И издалека прям можно было это заметить ночью. Вообще весь сквер Паракузь проектировало московское архитектурное бюро «Арканика». Также они же занимаются реконструкцией мечети, вот возле которой мы с вами проходили по хаскаду. Это тоже нашел проект. Мы сзади, вот у нас сообщественные центральные места, это тоже они сделаны. Вообще по проекту, вот на месте этой скульптуры должен был быть фонтан. Ну, в восемнадцатом году установили скульптуру Дашина Мтакова «Паракузь». То есть он сделал эту скульптуру специально для Альбетинска, подарил городу. То есть мы с вами до этого смотрели мурал, означающий Паракузь, да. Один раз уже слышали про эту героиню, сподвижницу, дочери Хана. И здесь вот тоже, так же называется и сама скульптура, и сам сквер тоже. Кто-то был в общественном центре Альбетинска? Трижды. Трижды. Кто-то видели, что смотрели? Там картины на самом верху. Да, там Альбетинска, конечно же, да. Там опыты есть. Там вот эти вот все опыты физические. Музыкальные инструменты. Музей музыкальных инструментов на первом этаже, на втором Альметрика. На третьем у нас есть языковая школа. И буфет там, где еще эклеры есть. Самая главная достопримечательность. А как же сыроварня еще на четвертом этаже? А до туда мы не доходили. Там тоже вкусно. И там же еще есть площадка, фойе, где проводят выставки. Но они уже бывают временными. Вот сейчас тоже есть, проходит выставка, называется «Источки А». Если будет время, то же замените. Все бесплатно. Заходите, гуляете. Посидеть там тоже можно. Отдохнуть там. С коллеги есть. Но нет только эксплуат. То есть сами подходите, сами смотрите. Это театр какой-то или что? Да, это театр. Становимся, поговорим. Хорошо. Вопрос по поводу этого здания. Товарищ Ленин на руку хочет пожать, разрешите поздороваться. Пожалуйста. Но он, по-моему, левый хочет пожать. А он левша, потому что... Не Камилько. Интересный факт. Площадь Ленина, соответственно, а тут Ленин, как вы уже успели заметить, и драм-театр. Драм-театр, он начинался как самодеятельность. Собирались просто люди, как дружок. А сейчас это уже государственный татарский драматический театр с интересными дирекуарами. У них несколько номинаций на «Золотую маску». В текущем году тоже это. Есть один спектакль у них. Можете прийти, посмотреть в Бакушкинской карте. Можно туда сходить. Здесь у нас администрация. Завтра можно будет прийти кого-нибудь поздравить с утра с днем города, с 70-летием. С другой стороны, Альметьевнефть. То есть такое место, место притяжения, такое, ну, можно сказать, условно, центр города. Да, за драм-театр у нас городской парк с той стороны. Вот дворец форта ювелейный, возле которого мы с вами ходили. Индустриальный спектр. Это все туда. То есть при желании можно отсюда спуститься или просто прийти, чтобы отсюда подняться. Вот это вам, чтобы вы могли ориентироваться в городе. Когда поступите, станете студентами высшей школы нефти. Сейчас мы с вами как раз пойдем в сторону учебного корпуса. Надо будет скоро перейти через дорогу. Есть в России, в леса Петербурга. Вещал, как видите, Штука у нас на велосипеде. Почему на велосипеде? Потому что город у нас, как Барламк назвал, велосипедная столица России. Более 100 километров велодорожек. Поэтому у нас и Тукай на велосипеде. Кстати, обратите внимание на его обувь. Он в кедах. Говорят, что он действительно такую обувь носил. Он очень модный. Это не тот факт, а не тот факт, а не тот факт, а вот такой. И щеки у него, кебетейки. А на самом деле есть даже фотография, где у него волосы вот так вот торчат. Он в таких круглых, темных очках, сеги, модных. То есть он действительно вот так вот идет подбираться. И его главный герой в Шураде. Здесь пунктеры запрессуют очень маленькие. Ну, даже скучные, наверное. Мы очень же сказки не читаем. У них как-то такой страшный. Да, всех щекочет, убивают. А здесь вот он там такой маленький, миленький. И с этим Шураде связана такая история, что время празднования дня негтяника. Если не ошибаюсь, это был 20-й что ли год. У нас в Шураде брали. То есть он был. Он не на след вышел, но его уже нет. Пробили искать, не нашли. И затем уже скульптуры у него там постарались. Ну, наработки. Он заново его облил. Укрепили хорошенько, чтобы уже ничто не расшаталось. Никто ничто не мог унести с собой. Это он сам убежал просто. А? Сам убежал в лес. Возможно. Ну вот камера не работала, ничего не можем сказать. Сейчас идем уже, скажем, учебные. Начиналось все с курсов для нефтяников. Затем это в лечении, в лечении, в лечении, в лечении, в лечении, в лечении. И вот буквально на этой неделе наименование поменяли. Что стало? Это государственный технологический университет Высшей школы нефти. То есть уровень все повышается и повышается. Ну, соответственно, по кампусу тоже интерес. Сейчас мы с вами находимся в студенческом сквере. Это была вся огороженная территория. Здесь тоже были заборы, как и в мунистеральном сквере. Почему? И эту территорию отдали тоже горожанам. То есть спокойно можно гулять. И еще планируются различные мероприятия с этого года. Также вы можете посмотреть видео про Высшую школу нефти, где нам показали совершенно новые кампусы и жизни студента. Спасибо за просмотр. Ну, а всем гудбай!